История открытия пунктум началась совсем буднично. Радиоастрономы, анализируя данные об активных регионах далекой галактики NGC 4945, вдруг заметили странное, яркое и на редкость стабильное пятно миллиметрового излучения. Оно не походило ни на один известный источник. Сигнал не мерцал, не усиливался, не ослабевал, он оставался неизменно ровным. Такое поведение абсолютно не характерно для космоса, где все подвержено колебаниям и хаосу. Именно поэтому объект и получил название пунктум. Главная аномалия состояла в том, что в оптическом диапазоне на его месте не было ничего. Ни слабой звезды, ни скопления пыли, ни следов сверхновой. В рентгеновском диапазоне тоже полная тишина. И только радиотелескопы видели его так ясно, словно он нарочно выбирал единственный диапазон для связи со Вселенной. Ученые проверили архивные наблюдения и с удивлением обнаружили, объект существовал на протяжении многих лет. Просто раньше его не замечали, то он не подходил ни под один алгоритм поиска. Для науки это стало ударом. Как можно было упустить нечто столь яркое и необычное? С этого момента стало ясно. Мы столкнулись с новым явлением, которое еще не имеет названия в учебниках. Именно тогда возник первый большой вопрос. Если это не остаток сверхновой и не активное ядро галактики, то что тогда? Ответ пока казался недосягаемым, но ученые уже понимали, что перед ними не случайность. Это был сигнал, за которым стояло что-то большее. Пунктум сразу стал объектом жарких дискуссий. Космос редко подбрасывает такие сюрпризы. Обычно все можно классифицировать. Сверхновые, пульсары, магнитары, квазары. Но пунктум не вписывался ни в одну из этих категорий. Он будто намеренно нарушал правила. Самое удивительное заключалось в том, что его излучение было идеально устойчивым. В природе не существует абсолютной стабильности. Даже нейтронные звезды с их четкими пульсациями слегка дрожат. Но пунктум держался так, словно работал по точному алгоритму. Некоторые ученые осторожно заметили, что подобное поведение больше похоже на работу искусственного источника. Конечно, официально такие предположения не обсуждаются, но сама идея космического маяка просочилась в статьи и комментарии. Большинство исследователей, впрочем, склонились к мысли о новом классе астрофизических объектов. Но какой именно? Это оставалось загадкой. Особый интерес вызвала энергетика. Пунктум не только стабилен, но и исключительно ярок в своем диапазоне. Это означает, что внутри него происходит процесс, удерживающий энергию в очень узких рамках. Что это за процесс? Никто пока не мог сказать. Этот феномен разрушал привычные схемы, а значит, на кону стояло нечто большее, чем еще одна галактическая экзотика. Пунктум стал вызовом самой идеи о том, что Вселенная подчиняется ясным и понятным законам. Следующий шаг в изучении объекта оказался еще более двигающим. Когда исследовали поляризацию радиоволн, стало ясно – сигнал пунктум не хаотичен. Он строго структурирован, а это указывает на существование мощнейшего магнитного поля. Причем поле не просто сильное, оно необычайно упорядоченное. В астрономии это крайне редкое явление. Для сравнения, магнитары – это самые сильные магнитные объекты во Вселенной, но их поля дикие и нестабильные. Здесь же наблюдается почти идеальная структура. Такое впечатление, что пунктум удерживает внутри себя магнитный порядок, который не распадается со временем. Это открытие перевернуло всю дискуссию. Стало очевидно, что речь идет не просто о странном источнике радиосигнала. Мы имеем дело с физикой, которую пока не понимаем. Некоторые исследователи заговорили о новой категории компактных объектов, стоящих особняком от всего известного. Может быть, это некий переходный этап между магнитарами и черными дырами. А может, что-то совершенно иное – новый класс небесных тел. Самое пугающее в том, что если пунктум не уникален, то во Вселенной могут существовать сотни подобных объектов. А мы их попросту не видим. Пока одни ученые ломали голову над природой пунктом, другие натолкнулись на колосс, еще сильнее поражающие воображение. В центре гравитационной линзы, известной как космическая подкова, обнаружили черную дыру, масса которой составляет более 30 миллиардов солнечных масс. Это одна из самых массивных черных дыр, когда-либо измеренных. Ее размеры выходят за пределы привычного. Даже самые крупные черные дыры в центрах галактик редко достигают десятков миллиардов масс Солнца. Этот объект словно ставит эксперимент над пределами физики. Теории утверждают, что у черных дыр есть естественный максимум массы. Но подкова демонстрирует нечто иное. Как же он смог вырасти до таких масштабов? Есть несколько версий. Возможно, он образовался в результате множественных слияний других черных дыр. Или же на протяжении миллиардов лет поглощал материю с немыслимой скоростью. Но ни одно объяснение пока не выглядит убедительным. Ученые понимают, если такая дыра существует, значит законы роста галактик придется переписать. Этот колосс – ключ к пониманию того, насколько гибкими могут быть границы космоса. Когда масса колосса из космической подковы была подтверждена независимыми методами, в научном сообществе разгорелся настоящий спор. Согласно моделям, черная дыра не может бесконечно расти. Есть предел, своего рода потолок, после которого гравитация и законы аккреции должны остановить процесс. Но наблюдения показали, что этот предел не так очевиден. Если черная дыра действительно достигла 30 миллиардов солнечных масс, то она вплотную подошла к теоретической границе. А если сможет ее превысить, это станет ударом по всем существующим моделям. Некоторые астрофизики осторожно предполагают, что мы можем столкнуться с объектами еще массивнее, просто пока не нашли их. Такое открытие меняет наше понимание не только черных дыр, но и устройства Вселенной в целом. Ведь если физика допускает такие исключения, значит многое из того, что мы считали твердой истиной, может оказаться лишь временной догадкой. И пока споры о колоссах набирали обороты, новые открытия снова перевернули картину. На горизонте появился странный объект, стоящий между двумя мирами — нейтронными звездами и черными дырами. В августе 2019 года детекторы гравитационных волн LIGO и VIRGO зарегистрировали событие, которое вошло в историю. Сначала оно казалось обычным слиянием. Массивная черная дыра в 20 с лишним солнечных масс поглощает своего меньшего спутника. Но когда стали известны детали, стало ясно. Речь идет о феномене. Второй объект имел массу около 2,5 солнечных масс. Это число оказалось критическим. Ни одна известная нейтронная звезда не может быть столь тяжелой. Ее материя попросту рухнула бы внутрь под собственной гравитацией. Но и черная дыра с такой небольшой массой пока не зафиксирована ни разу. Получился парадокс. Объект слишком массивен для нейтронной звезды и слишком легок для черной дыры. Его назвали телом из запретной зоны. Ученые до сих пор спорят, что это было. Некоторые считают, что это действительно рекордно тяжелая нейтронная звезда. Другие убеждены, что перед нами новый тип компактного объекта, который придется выделять в отдельную категорию. И самое интересное, не единичный случай, а лишь первый найденный представитель неизвестного класса тел. Долгие годы существовало четкое разделение. Нейтронные звезды живут до определенной массы, а дальше уже идут черные дыры. Но новое открытие разрушило эту стройную схему. Одни ученые попытались объяснить объект экзотическими формами материи. Существует гипотеза о так называемых кварковых звездах. В телах, где материя настолько сжата, что нейтроны распадаются на кварке. Такие звезды могут быть тяжелее обычных нейтронных, но при этом еще не коллапсировать в черную дыру. Другие исследователи предложили, что мы впервые увидели переходное состояние, когда нейтронная звезда буквально на грани превращения в черную дыру. Но как бы ни трактовали это событие, факт остается. Нам придется пересмотреть основы астрофизики. Астрономы теперь внимательно изучают все данные о гравитационных волнах, чтобы найти похожие примеры. Если они появятся, то картина Вселенной станет еще сложнее, чем мы думали. Пока одни ломали голову над загадкой тела между мирами, другие телескопы обнаружили чудовища другого рода. Квазар оказался настолько ярким, что превосходит миллиард солнц. Его центральная черная дыра растет с ужасающей скоростью. Она поглощает массу, эквивалентную нашему солнцу, всего за один день. Чтобы представить масштаб, солнце сжигает топливо, медленно живя миллиарды лет. А эта черная дыра переваривает такую же массу за 24 часа. Никакая из известных моделей акреции, процесса падения вещества на черную дыру, не объясняет такой безумный аппетит. По расчетам, при столь высокой скорости роста светящееся вещество должно было бы само тормозить падение, но этого не происходит. Ученые назвали этот объект настоящей машиной ярости. Его свет виден с огромных расстояний, а энергия настолько чудовищна, что способна влиять на формирование целых галактик вокруг. Этот квазар стал новой загадкой. Если он не уникален, то, возможно, во Вселенной есть и другие такие ненасытные пожиратели. Главный вопрос, который поставил квазар, звучит просто. Как черная дыра может расти так быстро? Согласно современным теориям, акреция ограничена. Когда материя падает на черную дыру, она разогревается и начинает светиться. Этот свет создает давление, которое должно останавливать дальнейшее падение вещества. Это называется пределом Эдингтона. Астрономы спорят. Может быть, мы неправильно понимаем взаимодействие вещества и излучения? Или существует особый режим акреции, при котором черная дыра может буквально пробивать потолок? Если это так, значит, сверхмассивные черные дыры могут формироваться намного быстрее, чем мы думали. Возможно, именно такие процессы и создавали гигантские колоссы в ранней Вселенной. И если это верно, то нам придется переписать историю космической эволюции. И вот, когда казалось, что Вселенная уже преподнесла достаточно загадок, на сцену вышла еще одна аномалия. Черная дыра ведет себя так, будто у нее есть сердце. Она испускает рентгеновское излучение ритмическими пульсациями, словно в такт биению живого организма. Ученые наблюдали, как ее свет то усиливается, то затухает с удивительной регулярностью. Это не случайные колебания и не хаотичные всплески, характерные для аккреционных дисков. Здесь речь идет о четком ритме. Никто не понимает, что может вызывать такой феномен. Одна из гипотез – своеобразные колебания горячей плазмы, вращающиеся вокруг горизонта событий. Другая версия предполагает, что мы видим совершенно новый тип нестабильности в аккреционных дисках. В любом случае, черная дыра, которая пульсирует, звучит как вызов всему, что мы знаем о космосе. Этот ритм стал символом того, что даже самые темные объекты во Вселенной могут таить в себе загадки, которые заставляют физику звучать по-новому. Пульсации повторялись с такой четкостью, что некоторые исследователи сравнили их с музыкальным резонансом. Оказалось, что аккреционный диск вокруг черной дыры ведет себя как гигантский барабан, в котором плазма начинает колебаться по сложным законам. Но откуда берется эта точность, никто не знает. Эти ритмы – не просто красивая метафора. Они заставляют физиков задуматься о том, что вблизи горизонта событий могут действовать механизмы, о которых мы ничего не знаем. Ведь обычная материя не должна играть так слаженно. Некоторые гипотезы предполагают, что именно в таких ритмичных процессах скрываются ключи к пониманию квантовой природы гравитации. Для астрономов это стало напоминанием. Даже то, что казалось давно изученным – черные дыры, их диски, излучение – может неожиданно открыться с другой стороны. После череды открытий ученые начали задаваться неудобным вопросом. А что, если подобные объекты встречаются чаще, чем мы думаем? Ведь пунктум обнаружили случайно. Квазар сначала тоже выглядел как обычная яркая точка. Возможно, в данных телескопах уже скрываются десятки аналогичных аномалий, просто мы их не умеем выделять. Некоторые специалисты осторожно заявляют – научные публикации часто задерживаются или не раскрывают всей картины. Далеко не каждое странное наблюдение сразу становится сенсацией. Порой данные годами лежат в архивах, пока кто-то случайно не заметит необычную деталь. И тогда всплывает очередное открытие, которое снова разрушает привычные схемы. Эта скрытность создает ощущение, что Вселенная куда более странная и разнообразная, чем показывают официальные отчеты. И, возможно, мы находимся лишь в самом начале длинного пути ее познания. Наши теории удобны, но природа раз за разом доказывает – ее законы куда сложнее, чем схемы в учебниках. Физики любят думать, что у Вселенной есть пределы – массы, скорости, энергии. Но реальность каждый раз показывает обратное. Космос словно нарочно бросает вызов. И пока мы спорим о моделях и границах, где-то там, на краю видимого мира, происходят процессы, которые не укладываются ни в какие формулы. Заканчивая это путешествие, мы остаемся с чувством, что Вселенная больше похожа на живое существо, чем на бездушный механизм. Она пульсирует, сияет, рушит собственные правила и снова их строит. И, возможно, именно в этих парадоксах скрыт главный ответ – знание о том, что мы пока не понимаем почти ничего.